МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот он, великий и прекрасный. Привет. А что ты хотел? А, ты хотел снять? Да, я сейчас ее буду, кстати, включать. Надо. Ну что ж, дорогие мои, вот сегодня мы оказались на студии Лев Саунд у Александра Ильвака-Наванова, прекрасного аранжировщика, гитариста и вообще хорошего человека, который делает нашу музыку, которая звучит из всех радиоприемников, телевизоров и всего прочего, максимально хорошей, насколько это возможно. Расскажи, пожалуйста, так как мой канал смотрят в основном гитаристы, конечно, всем очень интересно, как ты записываешь гитары, в основном, ну, электрогитару. Электрогитару, да. Ну, во-первых, мы живем на студии все время, порядка 12 часов в день, и для того, чтобы хочется побольше побыть с семьей или вообще позаниматься какими-то своими личными делами, то в этом случае мы всегда стараемся экономить время на запись гитары и вообще на запись всего, чтобы как-то иметь время для обыкновенной жизни, поэтому мы, в принципе, сокращаем, это можно сократить тем, что у тебя нет ни комбов, ты не ходишь, не ищешь микрофона, ничего не ищешь. То есть ты не используешь усилители ламповые, колонки, динамики, микрофоны? Я как-то была песня однажды, вообще не используя ламповые усилители, колонки, динамики, микрофоны уже лет 15, по-моему, года с 2000-го. Потому что вышли тогда системы, это The Line 6, POD были первые, они не суперски звучали, но все равно позволяли в какой-то короткий срок быстро найти хотя бы какой-то подходящий тебе звук для того, чтобы позвучить какую-то песню. Мы же живем в рамках песен, мы не живем в рамках каких-то рифов, мы не делаем группы металли, как тебе это важно, какой-то гитарный саунд, мы делаем поп-музыку. А вот, кстати, по поводу поиска звука, я слышал мнение некоторых студийных звукоинженеров, которые говорят, что нужно максимально быстро найти звук, потому что если начинаешь рыться и перебирать, и очень долго настраивать, то теряется вот это вот ощущение правильного звука и просто тонешь в этих поисках бесконечно. Это тоже, это везде так. Даже когда ты делаешь аранжировку, и ты нужен, тебе какой-то вот, ты ищешь какой-то фан в аранжировке, ты ищешь какой-то звук себе, и у меня есть правило так называемых, скажем, десяти минут, если ты за десять минут не нашел, то ты, в принципе, просто берешь первый попавшийся более-менее подходящий какой-то звук и уже делаешь из него, потому что на это может уйти вся жизнь, поток у нас большой, и у нас как бы время определяется, деньги, количество времени. Конечно, хочется сделать круто, всех удивить, как бы, ну, приходится прорываться талантом и каким-то там креативным мышлением, вот так, в общем, в общем, да. Вернемся вот к современной записи, сейчас как происходит? Сейчас очень просто, сейчас очень вышла, компьютерная техника не дает нам скучать, сокращает, вкалывают роботы, а не человек. Я юзаю систему Kemper. Кемпер. Она в этом плане очень удобная, другое дело, что сейчас очень много хороших западных продюсеров, которые тоже на нее пересели, включая Hard and Heavy, и они там тоже кемперят, как кемперит, это что такое кемпер, он импульсная фигня, вот условно, вот у нас пять ручек пришло на гитару, и ты их собрал там на выходе на одну ручку, и это звук, который тебе в итоге устраивает по эту сторону стекла, и ты его просто записываешь в Kemper, и он у тебя максимально, там, как кемперит, профайлит, не знаю, как, и, соответственно, ты получаешь этот звук, приходишь домой и, как бы, можешь им юзать, не тратясь дорогое студийное время. Вот, и, соответственно, очень много этих всех суперпродюсеров, которые уже накрутили группу с комба, ну для того, чтобы, как говорится, колхоз наш маленький, они ищут их дофида, они решили тоже зарабатывать этим деньги, они свои кемперные какие-то звуки, усиления продают. Тем более, что на нем можно и басовые все эти комбы, все и его профайлить, и получить там… И ты с кемпером уже берешь цифровой сигнал прямо в карту? Стоп, стоп, стоп. В кемпере есть цифровой выход, по-моему, я не знаю, есть там или нет. Я всегда юзаю аналоговый выход, потому что, ну да, по идее, там внутри, видимо, какой-то цифровой предобразователь в аналог. Я все равно и с кемпером, особенно… Кемпер – это, кстати, первый прибор, где мне нравится чистый звук, как звучит. Как звучит у него чистый звук гитарный. Обычно проблема всех процессоров. Пока ты там на жужжалке играешь, у тебя все, полный фан. Когда ты играешь на чистом звуке, у тебя сразу хоп и все проваливается. Кемпер – это первый, где я слышу чистый звук. Всегда проблема. У меня пока там жужжалка, вот я и говорю, я включал комп там лет пять назад, для того, чтобы нужно было сыграть блюзовую песню, которая, когда ты играешь тихо, у тебя прямо чистый благородный звук, и когда ты чуть даешь ручку, добавляешь чуть гитару, получается кранк. Кранкап. Да. Именно была блюзовая песня, редкая такая случай в поп-музыке, но нужно было ее сыграть. И, соответственно, ни один процессор мне как бы… Ну да, динамически они, конечно, немножечко ограничены. И, соответственно, поставил там комбайт, даже недорогой, хороший микрофон, 1176 на микрофон, и я вот поймал то, что прямо вот, то, что я хотел. Вот кемпер позволяет это делать. Опять же ты… ну я беру из кемпера выход, иду как бы в преамп, как бы для того, чтобы максимально сделать большой прямо звук. После этого… А какой преамп твой любимый именно для записи гитара? Ты знаешь, я в юзу… у меня, например, Focusrite 7, Red 7 называется. Там есть преамп и компрессор. Компрессор для гитары медленноватый, у него есть время срабатывания. И оно получается так… иногда… но в начале звуков влетает первый звук особенно… щелчок. Поэтому я люблю компрессор для записи 1176. У меня их четыре штуки. Ну, у меня их четыре штуки я включаю, я люблю записываться с компрессором Universal Audio Uray. Именно эта классика называется 1176. У него нет времени срабатывания. Это FAT-компрессор. В смысле, звук пошел, он уже сразу в компрессор. Потому что я люблю большой сигнал, но иногда ты увлекся и загубил хороший дубль. У меня вот… нет, я не имею шансов загубить хороший дубль. У меня все равно стоит цифровой такой Brick Wall, называется, лимитр, который типа больше какого-то порога не выстрелит. Поэтому у меня большие такие жирные… ну, это типа мне так нравится. Кто-то там ищет какую-то динамику. У нас все такое… поп-музыка, она сразу хоп-громка и до конца. Какие гитары ты любишь использовать на записи? Есть… у меня… в смысле, юзер я обычно… либо Робин свой старый, Робин, она, по-моему, даже не знаю, как модель называется. Она начала 90-х. Купил я в 94-м году ее, и непонятно, как она называется. Техасская фирма Робин Гитарс. Она, правда, уже вся переделана. Страшно. Да, это еще она как бы… смотри, она с пьезо. И у меня как бы есть и пьезо-сигналы из-под каждой у меня выход миди. Сигнал. И у меня таким образом еще миди есть, управление миди. Вот тут все. Громкость миди. Но также она переключается и в пьезо, и сюда можно посылать. И пьезо на миди, и тут как бы целая куча. Целая куча все. Это голодная гитара. Здесь то же самое. Это барнаки Warpix стоят, они с низкой середины. Агрессивно рассчитаны на сильный сигнал. Американцы не любят сильный сигнал. А я люблю сильный сигнал для того, чтобы вырубить по процессору. Типа, да, High Gain. Вот. Соответственно. Пуш-пулок. Пуш-пулок. Все сразу переключается в сингл. И это, наверное, стартокастер. Я люблю 5-5 датчиков. Не люблю систему, когда два этих. И когда на пять положений здесь какие-то странные переплазировки. Вообще, меня они удивляют. Типа, а-ля, как у Сатриани. Потому что многие гитаристы здесь играют. И этот датчик им мешает. Для Лобани. Но мне как им мешает. И играю. Здесь получается. Либо здесь. Ну, как бы я на него не обращаю внимания. Он у меня, правда, чуть-чуть пониже, чем другие. Но, как бы, сам вот этот эффект пятого. И мне нравится эффект четвертого и пятого. Чистого звука. Ну, второго. Я люблю гитары с Floyd Rose. Я люблю Floyd Rose. Ну, ты вообще рокер. Да. Я смотрю свои живые выступления с группой Balls of Fire. Огонь. Да. Скажи, пожалуйста, после того, как уже записан трак. Ты пишешь, конечно, без ревера, без дилеев, без всех обработок. Там, хорусов, флангов и прочих. Вот чем ты любишь пользоваться? Какие-то плагины? Есть какие-то у тебя любимые для пост-опоработки? Ты знаешь, у меня любимая плагина, которая есть. Во-первых, она у меня есть даже в железе у меня. Я люблю очень компрессоры. Разные. Всякие. То есть, помимо того, что ты компрессируешь на стадии записи, ты еще потом вешаешь компрессор на дорожке? Ну, я вешаю ламповые компрессоры. Это, скорее всего, больше для окраса, нежели для компрессии. Я не знаю, как назвать это. Ну, все говорят, вот ламповый компрессор или что-то ламповый предусилитель, они звучат теплее. Я никакой теплоты не слышу. Я слышу, что звук становится, американцы говорят, типа, как бы топ. Он становится здесь. Мне как раз нравится, что я его прямо прилепляю к динамикам. Чтобы ты, когда сидишь, звук у тебя должен не там в динамике, а вот прямо здесь. Сатурейшн, да. Я не знаю, это сатурейшн, не сатурейшн. Я просто делаю то, что мне нравится так. Я вот так кайфую. Никаких критериев нет. Никаких рамок, согласно которые ты должен делать звук. Ну, это понятно. Творческий процесс. Вы должны кайфовать. Ну, просто если какие-то именно любимые плагины. Ну, обычно у меня там дилеи, там какой-то хорус. Разные дилеи. Я очень люблю дилеи, всякие крутилки дилейные, фазеры. Ну, все как в гитарной музыке, в обычной. Я люблю стереозвуки, стереодилеи и всякую такую. Ну, я как бы делаю музыку. То есть есть, допустим, любимые, если ты хочешь сделать там реверт и вешаешь, допустим, там лексикон или что-то еще. А, ну, тут уже типа судийные начинаются секреты. Все звукорежиссеры делятся на две части. Ну, в смысле, на две компании. На два лагеря. На два лагеря. Одни, которые любят лексикон и одни, которые любят TC Electronic. Я волей судьбы оттучилась. Я работаю с русским языком. И вот для русского языка, для русского саунд дизайна мне больше нравится TC Electronic. Хотя у меня есть там и лексиконовские приборы, но я отдаю предпочтение старым лексиконовским. Мне не нравятся ни 300-й, ни 480-й, ни 960-й. Я люблю PCM 70-й. Это старые лексиконы. Причем там есть одна такая обработка, называется Concert Wave. И она просто, в принципе, для гитары, для голоса, для чего угодно, в любую песню она прям... И все, ты понимаешь, что она там была. И я очень люблю 224-й лексикон. У меня его, как бы, не 70-го нету, потому что в нем нет цифрового выхода. У меня тут все по цифре закоммутировано. А 224-ю нету, я его, наверное, когда-нибудь куплю. Но сейчас Universal Audio... Вот. Сейчас система UAD есть такая, UAD или UAD. Это аппарат для исполнения плагинов. Да. Она очень здорово обсчитана. Я давно ее не юзал. Юзал в начале 2000-х. То есть ты работаешь на PC? Да, я работаю на PC. А это, да, неважно, ты на PC. Она, как бы, UAD подключается к Mac, ко всем. Она очень универсальна. Они за 75 тысяч долларов купили алгоритм 224-го лексикона. У команды, которая лексиконовская, делали лексиконовский дизайн. Сейчас она называется Bricasty. Вот. И сделали, и он это там здорово звучит. Это первый раз, когда я в плагине услышал какой-то хороший реверб. До этого просто вот я ревербы не использовал вообще. Который аппарат, любые плагины в Катулзак везде. Они все мне отдавали какими-то тазами, что-то такое. Это было как-то... Был всегда какой-то призвук. А второе, что когда все начинало играть, какие-то там роковые произведения. Тут, пока ты в соло слушаешь, у тебя реверба много. Когда ты нажимаешь весь оркестр, то у тебя такое ощущение, что вообще какая-то подзвученная репетиция. Никакого реверба нет. Никаких планов. Ничего как бы нет. Поэтому я всегда любил железные ревербы отдельные. И мне так и все это устроено. Окей. Спасибо тебе большое. Ты очень много интересного рассказал. Я думаю, это прояснит некоторым гитаристам взгляд современных звукоинженеров на запись гитары. Потому что многие заморачиваются на тему того, как писать что через что. Все все время в этом бесконечном поиске. И, в принципе, это, конечно, интересный, увлекательный процесс. Ты используешь какие-то педали, когда пеешь гитару? Ну, наверное, только вау-педали. Вот эту педаль, которую я тебе давал, я ее только использую там типа по кайфу. Когда нужен какой-то такой прям. Больше, конечно, я ее использую, когда только себя веселю. Скажем, себя веселю, хочу какую-то новую там всегда. Когда в потоке музыки, которую я делаю, хочется как-то быть еще немного счастливым, как музыкант. Ну, Kemper нормально с педалями взаимодействует. Да, вот как бы он вообще в этом процессе. В принципе, мне, причем я сравнивал. Я купил, я фанат Axe FX, так же, как и ты. Ты тоже фанат? Ну, не то, что фанат, я его использую по мере необходимости. Мне очень нравится Axe FX, как звучит. Второй я купил одновременно и Kemper, и второй Axe FX. Целый месяц я сидел и думал, что, в принципе, держать два прибора мне незачем. И как бы немножко out of my budget, знаешь, что тебе дороговато. Лучше на это купить еще какую-то хорошую фигню. А я слушал всех и все-таки склонился в пользу Kemper. Он мне показал, у него наглядные ручки, прямо все удобно, быстро, буквально за три секунды. Добиваешься того, что не нравится, я перелистнул сразу все. На Axe FX тебе нужно, чтобы он более, как такой, он более фундаментальный. Он сделан, ты должен звуком долго порулить, поиграть, подумать, опять порулить. Он как бы больше для музыкантов, которые на концерте играют, вот они нарулили. Каждый раз свою подруль, надо там входить в меню, через какие-то пейджи, через какие-то все. Для меня это, у меня важно время. Если ты вот час вот там за минуту, за две, за три не нашел звук, считай, что ты его больше не найдешь. Лучше тогда отложить, либо заняться тем, что ты уже точно знаешь, где тебе нужен поиск звука. Лучше как-то, опять, но всегда вы должны при поиске звука находиться в системе координат. Система координат, что ты думаешь крутить, крутить, и вроде тебе уже нравится, но ты берешь там какой-то звук, там, Гилмора, когда у него чистый такой звук блюзовый типа «Shine and Crazy Diamond». И ты понимаешь, что у тебя там какая-то просто такая писюлька, которая не звучит никак. И ты всегда должен от чего-то отталкиваться. Самое лучшее – быть меломаном и всегда знать, что тебе нравится. Либо вдруг у вас на какой-то старой записи получился какой-то ваш же прекрасный звук. Значит, его надо взять и от него оттолкнуться. Попробуй сделать его еще лучше. Клево. Спасибо тебе большое. Надеюсь, я еще напрошусь как-нибудь к тебе на концерт, где ты расскажешь про свой живой сетап. 27-го числа, это в четверг, если есть время вечера, приходи. Может, к вечеру прийти, и как раз после концерта я сетап покажу. У меня как бы все просто прозаично. Все равно это очень интересно. Супер, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok